Парни, всем привет, это Даван И сегодня мы будем снимать выпуск про бокс от компании Бёрн Да, это тот самый бокс Huka Hero, который многим понравился, в том числе и мне На данный момент это, возможно, самый такой прикольный гифт-бокс от табачных компаний Ну и, соответственно, там лежит полный спектр всех вкусов на данный момент, которые есть Блэк Бёрна, у Бёрна еще выходят 5 или 6 новых вкусов, да, это кислая линейка, но о ней мы поговорим попозже Сейчас поговорим о том, что есть Где мы это все снимаем? Мы снимаем это все в Мяте Платинум, которая находится на Мостфильмовской, 88, корпус 4 Собственно, давайте немного поговорим об этом заведении Да, это Мяте Платинум, соответственно, отсюда и качество И, собственно, конечно же, главное, интерьер По интерьеру это большие панорамные окна Очень удобные диваны, просторное помещение с высокими потолками Также у ребят есть абсолютно весь табак, который есть, да Самое главное, для тех, кто любит танж, ребята, здесь 52 вкуса танжа Я уже не говорю про то, что здесь есть весь Бёрн, есть весь Дарксайд, даже есть все ВТО, да, то есть, что сейчас, в принципе, сложно найти Также есть випка, Плейстейшн и проектор, и самое главное, конечно же, кинчик и футболы, да, которые можно будет здесь посмотреть Но не будем теперь отрываться и поговорим о самом боксе Выглядит он вот так Многие, наверное, уже видели у меня, у других, да, ребят То, что им прислал Бёрн вот такой вот бокс Huka Hero Собственно, я здесь изображен как Росомаха, и я очень долго задавался вопросом, почему я Росомаха И есть одна девочка, которая прямо находится здесь, и она сможет нам ответить Эту девочку зовут Лена, и я не знал, что в Бёрне есть такая позиция, как Бёрн Гёрл Давайте-ка Леночку позовем дружненько Лена, да? Давай, присаживайся Давай мы откроем сейчас всё это и посмотрим, да? Да, давай начнем с того, что это... Марвел это мировой бренд Марвел это мировой бренд Все узнают, да Мы не могли сравнить вас с чем-то большим, чем с героями Марвел Потому что Марвел все знают, все знают То же самое Росомаха, Дэдпул, кто угодно Вы для нас, если посмотреть, Росомаха Да Вы для нас лидеры мнения Вы для нас герои, как в Марвеле Не иначе Вас все узнают, к вам прислушиваются Ваше мнение для нас многое значит А почему Росомаха? Ты ассоциируешься именно с Росомахой Похож немного Мы смотрели с твоим инстаграмм Мы субъездили с твоим блогом инстаграмм Ты бываешь иногда оброшен, как Росомаха Ты похож к типажу И мне кажется, это идеально Дэдпул я не вижу В отпуске, после смерти Дэдпул я там не вижу других А вот именно Росомаха, это самый топ Да, давайте, собственно, Лен, рассказывай, что у нас есть внутри А потом уже пойдем по Блэкбёрну, да? Внутри у нас есть открыточка Как раз от Блэкбёрна А потом 16 топовых вкусов темной линейки Блэкбёрна Почему именно Би-Ван с Шапсона? Да Это Би-Ванчик и это очень крутая тема Почему именно Би-Ванчик? Слушай, Росомаха вообще в поле жил Ну да Ты пришел домой, там, не знаю, приехал в какую-то компанию К друзьям на дачу Забился кальянчик Все здорово Ты распаковал этот диванчик Надул его Сел и ты кайфуешь Тебе приятно Не нужно никакие стулья, никакие диваны У тебя есть свой Би-Ван Все отлично Оби-Ван Кеноби Футболочки с очень прикольным принтом Да, как бы мы о них, собственно, говорить не будем Да И, собственно, мундшточки Блэк и Классик, да? А теперь мы начнем к самому же скачу, да? Это, собственно, Блэкбёрн И что это вообще такое, да? Смотрите, у меня есть пачка Давайте, наверное, обратим внимание на саму пачку В плане чего О, кстати, у Лены свой канал на Ютубе Ссылочку на него оставлю, да? Либо хотя бы на Инстаграм По-любому, что мне понравилось, да? Так вот Собственно, есть вот такая пачка Наверное, начнем с нее, как я и говорил, да? Это то, что компания Бёрн сделала очень прикольную пачку Необычную, которая отличается от многих производителей И до того, когда я ее открыл Я думал, что это обычная пачка А-ля Дарксайд и прочее, да? Давайте, собственно, ее откроем Первое, что мы видим Что вот эта, знаете, которая должна занимать 50% упаковки Она сделана очень хитро Ты вот так высовываешь И получаешь Нет у тебя ни потенции Да, и У тебя нету на пачке ничего такого ужасного Что могло бы многих пугать, да? Далее, смотрите, весь самый прикол Это то, что она вот тут так открывается И мы получаем Красивую Такую книжную Пачечку, да? Собственно, здесь у нас есть внутри пакетик И все Пакетик также на зипе Очень удобный Ты ее открыл, покурил Затянул его обратно, да? Положил сюда же И, собственно, закрыл И вот так вот для устрашения сделал, да? Все Больше ничего не надо Теперь давайте, собственно, поговорим Про сам BlackBurn У меня здесь есть тоже какой-то вкус Я его сейчас возьму Так Начинаем, наверное, разбирать сам Берн То, что есть такое понятие, как все знают, да? Масс-маркет и промо-маркет BlackBurn очень долго не продавался И нам Нас Им дразнили на всяких выставках И есть такая маленькая Собственно Ямочка То, что Чаще всего Чем нас дразнят На выставках Это может отличаться от того Что нам в итоге продадут И Берн в этом не исключение Когда я курил это все на выставках Я сталкивался с такой проблемой Что он там был реально крепкий То есть Очень крепкий Очень хороший И который прям Хорошенечко так давал по шарам Но когда уже пришел бокс С именно продукцией Которая идет на масс-маркет Мы, собственно, столкнулись с такой вещью Что чуть-чуть не докрутили в массе Да? В промо все заебись А в массе не докрутили Возможно, это и к лучшему То, что Они этим самым охватили Какую-то большую аудиторию Но Я здесь чувствую Как, собственно, я и чувствую Со всей чайной продукцией Вот наебали, да? Вот чуть-чуть наебали Вот попахивает наебалово Как бы вроде ты То же самое С чайком покупаешь И вот такой Заебись А когда куришь Ты чувствуешь, что чего-то не хватает И в данном моменте То же самое Не хватало у Берна Именно крепости В масс-продукте Но, тем не менее Эта курица нормально И Берн, наконец-то Многим Пошел Как бы, да По вкусу По нравам И многим он понравился И с таким агрессивным маркетингом Который они, да Сейчас, собственно Продвигают все это Можно смело сказать Что это Мощный игрок Именно на российском рынке Без участия Всяких типичных кальянчиков Которые, скорее всего Этот бренд Тянули на дно И С такой коллаборацией Продукт воспринимали Не очень хорошо Так вот Что касается Вкусов Я сейчас курю Мед и полевые цветы Вкус максимально Приятный Не перенасыщен Но при этом Хотелось бы Чего-то яркого Да, то есть Но не так яркий А также я до этого Курил мармеладную колу Это хариба Тоже прикольная Но Как мне сказали Что многим Почему-то Она не зашла И я не понимаю Почему Потому что вкус Блядь, сука Реально интересный Да, его стоит Покурить И его надо Покурить По многим вкусам Я не проходил еще Но могу Сказать Что есть хорошие вкусы Их достаточно много В черной линейке Но меня вот До последнего Наверное Как и вас Кто уже покурил Да, Blackburn Мучает вопрос Почему Сделали его Не настолько крепким Потому что Рынку реально Нужно что-то Очень крепкое Что-то Очень интересное Если сравнивать Примерно его С классической линейкой Да, и Black То кардинальная Разница есть Она начинается От восприятия Самого табачного Листа Как ты его держишь Да Потому что Сырье другое И заканчивая Как он курится Blackburn Стал Значительно Лучше В плане Именно продолжительности Курения А позже Растойкости В отличии от Классики Потому что Классика Она реально Выветривалась Довольно-таки Очень быстро Во время курения И В промежутке Наверное 30 минут Ты начинаешь Ощущать Просто дикие Провалы в ароматике И не совсем приятно Согласись Вот согласись Это так То же самое Что и с многими Продуктами Ароматики Хватает Реально 20 минут То Именно В Бёрне В Блэке Более-менее Достаточно Чтобы Накуриться И в дальнейшем Уже заказать Нормальный Следующий Кальян Тоже из Бёрна Так вот Что касается Нашей любимой Дымности То здесь Как бы Все нормально И так же Все это Зависит от Ваших рук Сможете Вы не сможете Что касается Самого Бокса Он Пиздатый Вот реально В прямом смысле Пиздатый Далее Идем По Все-таки Крепости Мы пробовали Забивать его По-разному Но В итоге Все равно Оказывалось Так Что Есть Пороковая Крепость Пороговая Крепость Которую Очень сложно Переплюнуть Если ты Начинаешь Собственно Стараться Сделать ее Покрепче Обычными Манипуляциями Аля Больше жара Больше тепла То ты Нарываешь В тот момент Что табак Начинает Немного Царапать Горло У Бёрна Есть некоторые Вкусы Которые Прям Реально Царапают Горло Как бы Ты это Не покурил Потому что Я это Лично На себе Ощутил Но их Очень мало И обычно Эти вкусы Не курят В соло Это в миксах Где это все Пропадает Также Хочу Наверное Выделить То что Бёрн Наконец Начал Прислушиваться Ко мнению Потребителей Что нужно Изменить Что нужно Поменять Ну и давайте Собственно Мы попробуем Пригласить Сюда еще раз Леночку И зададим Ей парочку Еще вопросов Интересных Почему нет Назови Топ 5 Вкусов Линейки Бёрн Которые Ты бы посоветовала Всем покурить Это В любом случае Будет Мед Полевые цветы Мед Полевые цветы Это топ Вкус Малина Малина Мне нравится Не у всех Производителей Но у нас Она потрясающая Гранат Кому нравится Гранат Терки Вкус Он очень интересный Потом Наверное Выделила бы Клубничный джем Клубничный джем Клубничный джем Надо Мы кстати сейчас не забили Но надо будет исправиться Потому что ты уже его попробовал Попробуем Он прям классный А по поводу что забить Вот тут ребятам Порекомендуй Вот как Бёрн Гёрл Порекомендуй Что ребятам Вот сегодня вечером Покурить Надо подумать Интересный вопрос Ладно Давай я придумаю Короче У меня есть все вкусы Бёрна Короче Ребят Сегодня мы будем Вечером курить Азиатские личи 33% Нет Давайте Азиатские личи 30% Харибон 30% 20% Питч киллер И 20% Наверное Кейн Минта Нижним слоем Будет свеже Сладко И очень экзотично Собственно Вот такой вот Миксик Да Попробуйте И собственно Кому понравилось Ее ссылочка В инстаграме Короче Ой Ссылочка в описании Да В инстаграме Так что Пишите по любым вопросам На все ответим Все решим По поводу покупки Бёрна Пишите тоже Лене Она вас прокурирует И Собственно Вы с ней забазарите По дистрибьюторству Возможно По хорошим ценам И всем остальным Да А я напомню Мы это все снимаем Сейчас в Мяти Платинум Которая находится По адресу Мосфильмовская 88 Корпус 4 Будет время Будете рядом Обязательно Забегайте В эту кальянную Вся информация По этой кальяной У меня в описании Ну и наконец Собственно Наверное Подведем итоги Да Что касается Блэкбёрна И моего личного Восприятия Данного продукта Изменения Колоссальные Изменения В хорошую сторону Конечно же Без подводных камней Не обошлось Есть провальные Какие-то моменты Да Есть какие-то Неприятные моменты Но в целом Все очень хорошо Что касается Упаковки Ребрендинга И конечно же Собственно Такого маркетинга Как бокса Это все очень круто Это всегда будет приятно Что касается Именно самой Табачной продукции Курить можно Недостаточно крепко Как допустим Я хотел От слова Блэк Обычно Блэк Он ассоциируется С чем? С тем Что это Что-то очень Крепкое По сырью Здесь Бёрли А именно Знаете Такой Блэнд Из трех Разных сортов Бёрли Что в целости Дает Очень приятное Курение Очень приятную Нотку Самого Собственно Табачного Листа Если не учитывать Саму ароматику По времени Курение Достаточно нормально То есть Объективное Крепость Объективное Время курения Не 5 часов Не 3 часа А нормальный Час Можно спокойненько Его покурить Из хороших Моментов Это Бёрн И они молодцы Что начинают Стараться Что-то делать То есть Какое-то Максимальное Продвижение Российского Рынка И самое главное Наверное Это То что Они Наконец-то Начали Подстраиваться Под российский Рынок Потому что На моей памяти Есть 3 бренда Которые гнули Свою линию И в итоге Они покинули Российский Рынок И сейчас Заново Заходят на Российский Рынок Уже Учитывая Интересы В первую очередь Потребителей Ну и все Собственно Это Дава Дым Это Блэк Бёрн И это Мята Платинум Мосфильмовская 88 Корпус 4 Всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok